Всем привет! Вы на канале Футбольный Биги. Меня зовут Сергей Егоров и это обзор матча Московского Спартака от Андрея Червиченко. Я попросил Андрея Владимировича специально посмотреть матч Московского Спартака, чтобы потом поделиться впечатлениями. В этот раз, скажем прямо, Андрей Владимирович не был столько снаречив. Игра Спартака его в целом устроила. Я думаю, что многих из вас, и его в том числе, устроил прежде всего результат. О том, как это было, смотрите интервью. Ну, а я напоминаю о том, что впереди очередной тур российского чемпионата. И напоминаю о том, что у меня у канала появился новый партнер, легальная и надежная компания BadBoom, которая представляет моим подписчикам специальный бонус за первое пополнение. Переходите по ссылке в скрепленном комментарии по промокоду Биги, забирайте бонус до 10 тысяч рублей за первое пополнение. Ну, а сейчас смотрите интервью Андрея Червиченко. Андрей Владимирович, добрый вечер. Привет. Ну что, наступила оттепель в российском футболе. Две наши команды добились положительного результата. Завоеванные очки, и Спартак, и Локомотив очень удачно сыграли. Что, на ваш взгляд, ну, давайте про Спартак говорить, поскольку во время матча Локомотива были в другом поединке. Давайте о Спартаке говорить. Но я в телефоне поглядывал туда тоже. Ну, может быть, давайте так в обеих командах. Ну, нет, вряд ли я могу много Локомотиве сказать. Молодцы, что сравняли. Это было очень тяжело в Турции сделать. И, в принципе, как и Спартаку тоже. Вот, ну, единственное, Спартак первый добился успеха. Ну, слушай, я скажу, что, на мой взгляд, сегодня это было все сделано вопреки. Особенно у Спартака. Когда, знаешь, ну, наверное, его за это и любят. Что, когда уже кажется, что все печально, все кошмарно, он берет и выдает, в принципе, неплохую игру и неплохой результат. И особенно мне, наверное, в этой ситуации хотелось бы опять встать на защиту Виторио как тренера. Потому что, мне кажется, сегодня, да, это было, конечно, очень незрелищно. Это было прям так вот совсем как-то явно. Но вот его тактика на выстраивание автобуса и на тотальную оборону принесла, на мой взгляд, желаемый результат. Потому что, в принципе, у Лестера такой вот серьезно опасный момент с ошибками в обороне был всего лишь один. Когда по правому флангу игрок прорвался, навесил. Ну, и там только опять чудо и счастье спасло наши ворота в виде игрока, который встал на пути мяча, летящего в дальний угол. И этот же игрок потом не смог его там с двух метров направить в ворота, попал в штангу. А так, по большому счету, ну, таких каких-то серьезных осечек в обороне не было. Даже пенальти заработаны. Ну, все равно такой, игровой и такой. Но у вас не возникает вопрос в связи с этим, а почему в такой футбол раньше так не играли в Лиге Европы и с тем же Лестером, допустим? Слушай, ну, я тебе скажу, что в такой футбол играть с протоколом, ну, наверное, можно только вот в нынешней ситуации, когда уже просто никого не интересует ни качество игры, ни, ну, не, как тебе сказать, ни креативность, ни красивый футбол. Всех интересует уже хоть какой-то результат. И сегодня он и был хоть какой-то, потому что, ну, сказать, что Спартак переигрывал, мне кажется, совсем просто, знаешь, приблизиться к сектанству. Потому что, ну, по большому счету, Спартак на ту половину поля, ну, так вот, пошел в атаку, не просто перекинул мяч, а именно пошел акцентированно в атаку, наверное, раз пять. Одна из них завершилась блестящим голом Мойзеса. А так стояли на своей половине поля и отбивались. Ну, в принципе, повторюсь, хорошо отбивались. И еще мне как раз в этом плане все больше нравится то, что Кафриев вписывается в команду. То есть он не теряется изогнобленный вначале там всеми и болельщиками, и специалистами. И редко кто о нем говорил более-менее положительно. Ну, мне кажется, вот этот парень все больше вписывается и все меньше ошибается, и от него все больше толку. По крайней мере, сегодня я не увидел от него каких-то больших огрехов. Что на ваш взгляд все теперь Селихов отвоевал себе место первого номера? Слушай, ну я повторюсь, я не разделяю этой эйфории по поводу Селихова и по поводу того, что он прям отвоевал себе первое место. Ну, во-первых, Селихова сегодня практически не били в упор и не выходили на один на один, как с тем в том же матче с тем же Лестером в прошлый раз. А удар, например, из-за штрафной, который влетел в крестовину, если ты помнишь, Селихов просто проводил глазами и даже в ту сторону не прыгнул. Вот. То, что потащил пенальти, ну да, видимо, стоял до конца, смотрел и просто полетел в тот угол. Ну вот мяч попал в ноги, ну просто именно за счет того, что угадал. Молодец. А так, ну какие сегодня были опасные моменты, где бы он героически отбил? Я не припоминаю, сколько раз спасал Максименко команду. Ну просто все хорошее быстро забывается. Но когда помнишь, он невероятные мячи еще 2-3 месяца назад тащил и считался вообще лучшим игроком, это все уже забыто. А если мы, например, посчитаем, ну вот 11 мячей пропущенных, из них я думаю, что в Ротарске только один был. То есть и в процентном соотношении, на мой взгляд, ну это 10, там и даже чуть меньше 10%. Селихов из двух мячей, которые запустил в последних двух матчах, один из них в Ротарске. То есть это 50% негатива. Ну вот поэтому математика сурово говорит о том, что Селихов пока еще не первый номер и не лучший в Ротарске. Ну потащил пенальти, да. Ну а что, разве Максименко пенальти не тащил? Мозес герой на вашем? Мозес, то, как он играет в Лиге Европы, очень прилично. С чем это связано? С тем, что он хочет, наверное, опять свалить в Европу или в Англию. Мне не нравятся игроки, которые, знаешь, на экспорт играют хорошо, а во внутреннем чемпионате валяют дурака. Хотя, может быть, просто ему не задалось в прошлый матч, может, прохладно уже стало. Может быть, Англия ему что-то навеяла, родное, знаешь, потянуло воздухом Туманного Альбиона, ему захотелось опять туда вернуться. Ну, гол он забил блестяще. Ну, и играл сегодня хорошо. Нужно отметить, что, ты знаешь, сегодня, на мой взгляд, я даже не знаю, кого можно было бы выделить со знаком минус. Нормально бились, играли, но тот же Мозес, ну да, он и забил, и пенальти притащил. Но, видишь, с этого пенальти не забили, значит, все хорошо, все правильно. Ларсон сел в запас плотно, на ваш взгляд. Что дальше будет происходить? Тут все, на мой взгляд, будет зависеть от позиции хозяина клуба. Если он захочет на примере Ларсона показать всем, что с ним такие номера не пройдут, то, по идее, Ларсона надо мариновать, причем до такой степени, пока тот не начнет забивать, как прежде, а может быть, даже еще лучше. Если он пойдет по принципу лучше синица в руках, чем журавль в облаках, ну, тогда они его отдадут за себестоимость и перекрестятся. Не знаю, что в этом плане лучше. Научить кого-то больше такими методами не пользоваться, либо проявить, может быть, слабость, но сэкономить деньги. Не знаю, но я думаю, что... Я уверен просто, что Ларсон валяет дурака и валяет этого дурака по абсолютно определенной программе. Программе на то, чтобы его по ударам отдали в зимнее трансферное окно. Помнишь, раньше таких игроков заставляли по кругу с дублем бегать? Ну, не знаю, насколько это нужно Спартаку. У Спартака и так, ну, как сказать, сейчас не самое лучшее время. И в плане имиджа прибавит это или, наоборот, будет расценено как негатив, тоже не могу сказать. Потому что, конечно, это свистопляски с тренерами, которые каждый год меняются уже на протяжении 17 лет. Да, может быть, и все 20-ти там при мне тоже они менялись. Но одно дело там за три года поменять трех, а другое дело 17 лет каждый год их перебирать. Это можно было хотя бы на ком-то остановиться года на три, на четыре. Ну, не знаю. Андрей Иванович, на ваш взгляд, вот с точки зрения перспектив выхода из группы. Вот у Наполя 7 очков, у Легии 6, неожиданно у Лестера 5, у Спартака 4, у Спартака еще 2 игры. Одна домашняя с Наполи, лидером группы и гостевая с Легией. Что вы скажете по поводу перспектив выхода из группы? На мой взгляд, очень много будет всего зависеть от субъективных факторов. Но, во-первых, очень значимая будет игра Лестера с Легией. Если Легия сможет зацепить ничью, тогда вряд ли вообще у Спартака есть какие-то шансы, потому что надеяться на победу в Варшаве в декабре, когда уже закончился сезон, надеяться на то, что игроки будут убиваться. Ну, я думаю, в это могут поверить только люди, которые наивно верят во все хорошее, а оно не наступает. Если же Лестер обыграет Легию, но опять все зависит от того, как... Я не думаю, что Спартак сможет... Обыграть Наполи? Может быть, ничью зацепит, но это в лучшем случае. Опять же, какую игру с большой долей везения, как сегодня. И, конечно же, погодные условия. То есть, если погода будет благоволить, ну, может быть, там игроки Наполи не очень захотят в стужу бегать, глотать холодный воздух. Ну, объективно, Наполи обыграть у Спартака не получится. И, в принципе, помимо этого, тут поляков обыгрывать в декабре, ну, тоже такой, значит, из разряда фантастики. Ну, то есть, вы считаете, что шансов на выход из группы практически нет? Ну, я думаю, нет, если мы говорим объективно. Ну, слушай, все может быть сегодня тоже. Я, как и многие, вот кто высказывались, и сегодня не видели шансов даже на это одно очко. Но, видишь, получили его. Ну, Спартак, он же вот тем удивительен, что когда от него уже все, никто ничего не ждет, он берет и выигрывает, как-то побеждает и вообще срывается и выглядит каким-то неудержимым. Поэтому, ну, сложно тут угадать. Ну, то есть, вы не видите каких-то особых шансов у Спартака на выход из группы, учитывая вот эти декабрьские туры? Ну, я говорю, что просто ситуация такая, что ментально игроки уже, в принципе, практически в отпуске. И заставить кого-то на жилах играть, прям побеждать на зубах, что называется, ну, довольно-таки тяжело. Вот. Поэтому, все зависит от настроения, от настроя. Может быть, наоборот, как-то вот... Ты понимаешь, я все жду какого-то момента, когда вот наступит какой-то небольшой перелом, и Спартак начнет, ну, вот как-то, знаешь, это самое, набирать, набирать и играть. Хотя, опять же, когда начинаешь думать, за счет чего, ну, не понимаешь. Потому что те игроки, которые сейчас есть, ну, ты видишь, это все-таки совершенно недостаточно не то, что для европейских турниров. Это совершенно недостаточно для российского чемпионата. Ну, вот Соболев сегодня, ну, ты хоть один момент от Соболева увидел? Нет, не увидел. Бакаев, ну, да, там что-то куда-то два раза пролез, потом упал, и в нашем чем, думая, что все-таки он в нашем чемпионате научил что-то выпрашивать, как обычно от европейского судьи ничего не выкрасил. Вот, то есть впереди все, ты понимаешь, что забивает крайний полузащитник у нас. У нас этот промис, который получает, я не знаю, я думаю, что в Европе люди с зарплатой, как у промиса, ну, забивают, наверное, минимум в два раза больше. Вот, а сегодня что-то хоть акцентированное, острое около ворот соперника, разве промис создал? Нет, на мой взгляд, абсолютно ничего. Поэтому я говорю, что вот этот набор игроков, на мой взгляд, он выхолощенный, и он абсолютно непродуктивный. От него что-то ждать, ну, знаешь, можно в какой-то, знаешь, как взрыв в каком-то небольшом периоде, в каком-то вот, на каком-то небольшом отрезке. Да, они как-то могут встрепенуться, что-то показать, но вдолгу это все уже отработанный состав. Поэтому, на мой взгляд, зимой, конечно, Спартаку надо, опять же, если позволяет фейерплей, вот, судя по таким покупкам, может, он и не позволяет, надо как-то усиливаться и очень сильно, причем такими прямо вот именитыми игроками, а не Надеждами, а-ля Хлусевич. Вполне возможно, что он тоже заиграет не хуже того же, господи, билетело у меня, как его. Раскажем? Кафриер. Кафриер, да. Не хуже Кафриер, пишется в команду. Но Спартак полностью потерял атакующую мощь. То, чем, в принципе, он отличался последние пять лет, были хорошие нападающие, было интересно впереди. Сейчас впереди настолько тускло и пресно, что именно вот, наверное, то, что Спартак перестает напрягать своих соперников у их ворот, и приводит к тому, что соперник начинает атаковать, забивать и побеждать Спартак. Потому что ищет счастье у Спартаковских ворот, а вратарь, ну, не способен все тащить. Потому что, ну, такие большие ворота. Андрей Владимирович, ну, по поводу итогов выступления в Лиге Европы и Лиге Чемпионов на этой неделе, что скажете? Поражение и две ничьих? Слушай, ну, поражение, на мой взгляд, тут такое, с объяснениями. Мне кажется, если бы эта мразота испанская не сломала матч вот этим пенальти с перебитием, я там, честно говоря, да и пенальти-то не нашел, за что поставили. Вот. Я думаю, Зенит бы этот матч не проиграл. Я просто уверен, что какой-то родственник дальний этого негодяя прижился халявным фиатом где-то там в Испании. Вот. Поэтому я считаю, что Зенит, конечно, можно было бы говорить какие-то претензии. Но, во-первых, он проиграл гранду, а, во-вторых, его, то есть ключевую лепту в это поражение внес судья. И все равно они продолжали сопротивляться, продолжали пытаться матч выровнять. Но ведь ты помнишь, что вот этот пенальти выдуманный вначале кому-то, я не помню, из зенитовцев треснули по зубам. И третий мяч тоже самое началось с того, что кто-то и получил, я уже не помню, то ли локтем в лицо, то ли по ногам. И после этого сразу встречная атака и забили. Вот. А эти наши два клуба Локомотив и Спартак, молодцы. Где-то, конечно, повезло, но молодцы, потому что везет только тем, кто хочет. Ну, и опять же, это такая, ну, конечно, не сильная плеуха, но такая небольшая затрещина тем, кто кричит, что у нас все плохо и у нас все пропало. Просто даже в этой ситуации, где команды находятся не в лучшем состоянии, все равно видишь, на выезде берем и там очко, и там очко. Мне кажется, все не так плохо. Ну, и хорошо. Спасибо большое. Счастливо. Увидимся в Москве. Счастливо.